Депутаты парламента ратифицировали соглашение с Россией о взаимном признании судебных решений. Депутаты парламента ратифицировали соглашение с Россией о взаимном признании судебных решений. 28 депутатов проголосовали за, двое воздержались. Кроме того, принят закон об упрощенной системе налогообложения, поправке к закону о выборах президента, а также 11 земельных вопросов. Подробнее Надежда Боровикова. Открывая первую в этом году осеннюю сессию парламента, депутаты одобрили внесение в повестку трех дополнительных земельных вопросов и коротко обсудили проблему недопуска ряда аккредитованных журналистов к освещению работы парламента. Важно узнать, мы с вами общались, я ваши доводы, в принципе, услышал, но не то, что но. Где-то я с вами согласен, в принципе, но давайте просто мой совет, коллега, коллеги, понятно, что вы там, в данном случае, какие-то вещи сами на себя берете, обязательно установите. Если мы определяем, что кому-то даем возможность заходить или не даем кому-то заходить, ну хотя бы давайте, это коллегиально, это же у нас коллегиальный журналист. Я предлагаю обсудить эти вопросы на совещании. Ганн Валерьевич, я думал, что мы с вами эту дискуссию закончили в коридоре, но раз вы решили публично сказать об этом, да, я некоторые доводы привел, я не занимался этим вопросом, это первое. Второе, для информации, помимо некоторых, допустим, журналистов, которые не попали, по разным причинам, не все причины я знаю, но есть некоторые резкие высказывания в отношении депутатов, да, если все-таки ты попадаешь в государственный орган, ну ты должен как-то себя корректно вести. Вы со мной в этом согласились. Что касается того, кто не попал, если для кого-то неизвестно, сюда не попал и инфоцентр при президенте Абхазии, потому что у них нет аккредитации, да, не попало агентство Абснех, оно тоже не аккредитовано. В этом смысле мы как бы равно, удаленно подходим, стараемся подходить. Вы знаете, что мы наиболее открыто проводим сессии. Пожалуйста, будем обсуждать это в рабочем режиме. Репортаж с заседания сессии смотрите после выпуска новостей. Трех журналистов не впустили на заседание сессии парламента. Изида Чаня, Нисфа Аршба и Елена Заводская заявили о том, что несмотря на аккредитацию в парламенте, сотрудники Государственной службы охраны не пропустили их на заседание без объяснения причин. Союз журналистов Абхазии вынужден обратить внимание руководству парламента на нарушение статьи 45 закона о СМИ республики, в соответствии с которым аккредитованный журналист имеет право присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его органами. Журналистов не пустили, как было заявлено в начале заседания сессии, из-за их резких высказываний в адрес парламента и депутатов. В соответствии с законом журналист может быть лишен аккредитации и, соответственно, не допущен на заседании сессии за нарушение правил аккредитации или на основании решения суда за распространение несоответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста. Совет журналистов призывает все органы власти исследовать букве закона и создавать условия для нормальной деятельности журналистов. Абаза ТВ продолжает цикл интервью с очевидцами и участниками Отечественной войны народа Абхазии «Тень войны». Проект реализован абхазской компанией «Медиа 3 Продакшн». Главные герои, добровольцы, полевые медсестры, журналисты, дети войны и многие другие. Днем мама нас прятала в лесу. И почему-то все эти дни, я не знаю, это была август месяц, но для меня были какие-то дождливые, какая-то ужасная погода была у нас в лесу. Мама, когда дождь, укрывала целлофаном, я не знаю даже, откуда она это брала. И мы днем сидели там, ночью приходили, она все окна закрывала такими теплыми одеялами, чтобы, когда она включала лампу, чтобы никто не видел, потому что они даже ночью стреляли, когда видели, что костер там, дым, и они начинали по дому стрелять. Один день как-то мы не успели вовремя, рано утром уйти в лес, начали стрелять. Стреляли, у нас стоял деревянный домик, пули пролетали. Мама нас быстро схватила и начала бежать в лес. Мы уже и сами знали эту дорогу. И как-то один момент мама споткнулась и упала. И в этот момент какая-то капля дождя или, не знаю, что-то попало ей в спину. Брату показалось, что попали в нее. Я помню его крик. Для меня это, ну, я не понимала, что происходит, почему он кричит. Как бы, и потом, когда мама повернулась, объяснила, что с ней все нормально, мы дальше пошли в лес. По дороге, я помню всю дорогу, так как я самая маленькая была, закрывали мне глаза. Пока мы через Ктол шли, везде валялись трупы. Зашли мы к своим соседям, к одним, которые не ушли, не уехали никуда. Там были молодые совсем, которые поженились только вот летом. И нам сказали, что их, им даже не дали выйти с дому и убили их. Это были все, ну, по маминым рассказам, вот всю дорогу, что она переживала, что я помню, что она знала их хорошо. Хоть и они были не абхазцы, они были грузины, они не ушли, они остались там, они, сказали, не со своими, не ушли, из-за этого их убили. Программу из цикла «Тень войны» смотрите в нашем вечернем эфире. Вечер памяти добровольца из Карачаева, Черкесии. Мурата Куджева прошел в Доме культуры села Члоу. В селе Члоу назвали улицу именем добровольца Мурата Куджева. Мать Мурата, Фатима Куджева, поблагодарила организаторов мероприятия, отметила, что абхазский народ уделяет особое внимание добровольцам. Когда Мурат ушел на войну, ему было всего 17 лет. Он оставил мне записку, где было написано, «Мама, я уехал по делам, волноваться не надо. Я даже представить не могла, что он может уйти на войну. О том, что он уехал в Абхазию, мы узнали лишь тогда, когда привезли гроб с телом. Уже здесь, в Абхазии, я познакомилась с его боевыми друзьями, которые рассказали, что он говорил. Мой самый большой страх, если мама узнает, она приедет и заберет меня». На вечере памяти присутствовали руководители администрации президента Абисалом Кварчи, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, делегация из Карачаева, Черкесии, семья Мурата Куджева. Участники Международного молодежного патриотического лагеря, потомки героев, при поддержке Министерства обороны Абхазии 24 сентября посетили полигон в Чемчирском районе. Ребятам рассказали и наглядно показали, как нужно обращаться с боевым оружием, дали пострелять по мишеням и, конечно же, дали отведать полевой кухне, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. 23 сентября в селе Тамыш состоялось открытие Международного молодежного патриотического лагеря потомки героев. Участниками лагеря стали внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также молодежи из Курской области России в возрасте от 14 до 22 лет. Крышу Сухумского вокзала отремонтировали на 80%, рассказали нашим корреспондентам сотрудники Абхазской железной дороги. Затем планируется восстановить окна и дверные проемы, а также уложить брусчатку на территории вокзального комплекса. Все ремонтные работы АЖД делает за свой счет. Железная дорога пришла в Абхазию в 30-х годах прошлого века. До 50-х на этом месте располагалось деревянное здание вокзала. 1 декабря 1951 года открыли то здание, в котором мы сегодня находимся. Для его возведения использовался так называемый речной камень, мрамор, гранит. Деревянные детали были сделаны из каштана. Во время Отечественной войны народа Абхазии это здание использовалось как склад боеприпасов. После оно уже не эксплуатировалось. И даже в 2004 году, когда АЖД возобновила железнодорожное сообщение, денег на восстановление здания не было. И только спустя 20 лет начались масштабные восстановительные работы. В 2024 году здесь восстановлено 80% крыши. Работы продолжаются. Сегодня АЖД дорога зарабатывает намного больше, чем несколько лет назад. Это связано с увеличением пассажирских и грузовых перевозок. Большая часть доходов идет на обеспечение работы самых важных сооружений – путей, мостов и тоннелей. А ремонт станции всегда откладывался до лучших времен. Но, наконец, очередь дошла и до Сухумского вокзала. Постановление данного вокзала мы поделили на несколько частей. Первая из них – капитальная замена кровли на данном вокзале. Да, это колоссальная работа. Мы понимали, во что мы ввязываемся, но столько продолжаться, как говорится, в таком состоянии наш Сухумский вокзал, мы не могли на это тоже смотреть. И вот за счет собственных средств по чуть-чуть начали его восстанавливать. Также планируется убрать фальшокна и заменить их на настоящие стеклянные. Будет это реставрация или капитальный ремонт, пока неизвестно. То есть мы будем вот фальшокна менять, ставить, то есть дверные, оконные проемы. Есть у Абхазской железной дороги намерение облагородить территорию вокруг вокзального комплекса. Потом хотим вообще с самим комплексом вокзальным, то есть получается укладывать брусчатку вот на перроне, где стоим, ну и восстанавливать вот по периметру здания, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Как говорят в АЖД, в том или ином виде ремонт планируется завершить к следующему лету. Будет ли это замена крыши, окон и дверей с брусчаткой или только часть из запланированного, зависит от множества факторов, от ценностроительных материалов до политической ситуации в стране. Марьяна Котова, Валерия Кипискири, Абаза ТВ. Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию на основании протокола заседания постоянно действующей межведомственной комиссии объявляет конкурс на разработку технического задания на создание и внедрение комплекса программных средств единой системы межведомственного и внутриведомственного обмена электронными документами. В МЧС Абхазии поступило только одно обращение в связи с ночным ливнем, сообщает спутник со ссылкой на главу ведомства Льва Квециния. В районе Турбаза одно дерево упало. Мы его убрали, расчистили дорогу. В целом, по республике все спокойно, никто не обращался, отметил министр. В данnin Льва Квециния Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальное рейдовое мероприятие по выявлению лиц без права управления автотранспортом нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Материал пресс-службы МВД Средники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Сарицян Тигран Араратович 1988 года рождения житель города Сухом управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Квиквискири Гия Славикович 1981 года рождения житель города Гал управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. За Царины Владимир Николаевич 1969 года рождения житель Гагарского района управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Афанасьева Анастасия Сергеевна 1982 года рождения жительница города Тюмень управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Джалагония Миран Валикович 1981 года рождения житель города Сухом управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шамба Игорь Вячеславович 1972 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Фомин Руслан Вячеславович 1980 года рождения, житель Республики Татарстан, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Савченко Максим Олегович 1978 года рождения, житель города Новосибирск, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашуба Юрий Кириллович, 1973 года рождения, житель Глорыбшского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чингеля Георгий Русланович, 1999 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хачатурян Сергей Владимирович, 1977 года рождения, житель Сухомского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Маделян Алик Рафикович, 1977 года рождения, житель города Новый Афон, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бигуа Феликс Заурович, 1979 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шерозия Малхазий Гивевич, 1968 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кузнецов Геннадий Юрьевич 1974 года рождения житель Гулырыбшского района управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году из-за ненастной погоды все мероприятия фестиваля было решено провести в стенах Национальной библиотеки. На всех четырех этажах расположили запланированные экспозиции и локации. Ишерский музей боевой славы предоставил коллекцию военных фотографий, а рядом музей Дмитрия Гулия выставил свои экспонаты. Молодые поэты читали стихи на четвертом этаже, а на втором свои лекции писатели. По словам директора нацбиблиотеки Бориса Чулария, фестиваль призван привлечь внимание молодежи к культуре, чтению и библиотекам, а также показать, что библиотека сегодня не хранилище книг, а мультифункциональная среда. Хорошо широко представлена живопись. Это детские студии, художественные школы. Также представлено музейное дело. Музей Дмитрия Гулия, главный музей государственный и музей боевой славы Ардзенба-Эшера. Площадка живого слова, концертная программа, детская площадка, рукоделие. Ну, вот эти все направления мы применяем для того, чтобы продвигать интерес к чтению. Мы работаем со всеми от дошкаля до соискателей, потому что всем, читающей публике, всем нужно... Большая идея здесь заложена привлечь новых читателей, предоставляя, давая информацию, что нового появилось в хранилищах национальной библиотеки. О сохранении культурного наследия семьи основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия, о восстановлении филиала Музея патриарха в Агудзере, сожженного и разграбленного в грузино-абхазскую войну, и о многом другом ведущей передачи Брагим Чкаду поговорил с внучкой писателя Татьяной Гулия. Субтитры создавал DimaTorzok некой какой-то прибыли. Мгновенной. А культура не приносит прибыли. Это духовное... Не пощупать, в карман не положить, не продать. Поэтому зачем? Поддерживать? Я не знаю, какая логика. Это базовая вещь, на чем они, собственно говоря, сейчас существуют. Это они оттуда все возникли. Надо понимать причинно-следственные вообще какие-то вещи. Программу «Битый час» смотрите в нашем вечернем эфире. 27 сентября в Национальной библиотеке состоится медленное чтение абхазского нардского эпоса. Все желающие могут принять участие в чтении вслух и обсуждении цикла сказаний о главном герое абхазской нартиады Нарти Сасрыкве. Цикл охватывает период от его чудесного рождения до трагической гибели. Практика медленного чтения восходит к древним временам. Ее возрождение и развитие в современных условиях позволяет вернуть восприятию письменной речи, утраченную свежесть и глубину. Ведущий Юрий Юрьевич Черный, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра по изучению проблем информатики Института научной информации по общественным наукам Российской Академии наук. Даже Самшит не помнит персональная выставка «Лилит Мативасян» откроется 26 сентября в 18.00 на площадке «Склад» в Сухуми. Это выставка продолжения диалога художницы и команды культурной площадки об архивах травмы и памяти. Проект представляет фрагмент ее долгосрочного художественного исследования, посвященного фольклору и истории автохтонных народов Северо-Западного Кавказа. Выставки даже Самшит не помнит. Художница развивает один из аспектов исследования и фокусируется на истории колхитского Самшита. Сухум останется без воды в пятницу 26 сентября, сообщает столичный водоканал. С полуночи до 18.00 подача воды будет отключена во всех районах города. В новом районе, старом поселке, районах вокзала, турбазы, маяка центральной на горных частях города Виеми. Неудобства связаны с прорывом водовода в селе Гумиста. Ремонтными работами на углу улиц Чочо и Чтанава, на улице Харане, улице Искандера. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг 26 сентября погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада. Переменная облачность без осадков. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Ветер слабоумеренный. Температура воздуха ночью 17-22, днем 20-25. Температура морской воды плюс 25. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова